Многие из нас обращают внимание на чувство юмора знаменитостей и лидеров. Правда? Они умеют расположить к себе, используя едва заметные шутки. Сегодня чувство юмора стало неотъемлемой частью стиля современного мужчины. Но как его развить? Где конкретные указания к действию? Где упражнения и схемы? Академия комедии Алексея Ярцева представляет Десятинедельная онлайн-разминка Десять недель вы будете развивать вашу эрудицию, гибкость речи, подачу и чувство юмора, не отрываясь от своих привычных дел. Пройдите по ссылке в описании и начните онлайн-разминку чувства юмора уже сегодня. У меня есть подруга, прекрасная блондинка, и она рассказала мне о парне, с которым она встречалась. Я был просто в шоке, когда она его описала. Этот парень совершенно не привлекателен. У него лишний вес, нет фигуры, не самый приятный парень, немного грубоват, и у него даже нет хорошей работы. Я спросил у нее, «Клаудио, почему ты встречаешься с ним?» Она ответила, что он пишет прекрасные сообщения. Несмотря на отношения на расстоянии, они виделись раз в месяц. Эта девушка, когда выходила из самолета, уже дождаться не могла, когда они встретятся. Создавалось такое предвкушение, что все недостатки отходили на второй план. В сегодняшнем видео, друзья, я поделюсь с вами пятью советами, как создать сексуальное влечение через текст. Что ж, я знаю, это необычная тема для Real Men Real Style. Но я считаю, что умение правильно писать очень важна, чтобы строить отношения. Будь ты холост или женат, и вообще сам навык общения. А быть мастером этого еще и стильно. Чтобы видео было для вас более полезным, я пригласил эксперта Клаудио Кокс. Она написала гостевой пост, ссылка на который здесь. Там есть пара отличных советов. А в этом видео я сфокусируюсь на пяти, которые я считаю окажутся очень полезными. Если вы встречаетесь с кем-то или женаты 10 лет, вы можете заставить человека с нетерпением ждать вашей встречи. Друзья, все в ваших руках. Первый совет по созданию сексуального напряжения через текст. Напишите ей что-то глубокое. Я понимаю, друзья, не сногсшибательно, но большинство из нас не пишет ей вообще. Мы рассуждаем, что она наша девушка или жена, и она знает, что мы чувствуем. Но нет, она не знает. Вам нужно отослать сообщение. Позвольте мне показать вам пример того, что вы можете отправить девушке. Может, вы только начали встречаться, и вы с ней вместе работаете или делаете проект. Вы можете отправить сообщение. Ты сделала отличную работу. Все готово к конференции. Я восхищаюсь, как ты справляешься со стрессом. А еще я восхищаюсь, какая ты милашка. И прикольный смайлик в конце. Друзья, тут есть простор для фантазии. И как видите, вы сохранили нотку профессионализма. Вы написали про контроль стресса перед конференцией. Но также в конце отметили, что находите ее привлекательной. И, друзья, это создает впечатление. Второй совет по созданию сексуального напряжения через текст. Покажите свою уязвимость. Позвольте показать вам пример. Прошлая ночь была одной из тех исключительных случаев, когда я не хотел, чтобы она заканчивалась. Итак, вы открылись ей. Большинство парней к этому очень трепетны. По многим причинам они делают вид жесткого парня. Но стоит признать, что крутость должна иметь место и цель. Но иногда можно быть уязвимым. Особенно с тем, с кем мы встречаемся или уже женаты. Еще пример. Не каждый день встречаешь такую, как ты. Я хочу узнать тебя лучше. Вас могут отвергнуть, но поймите, господа, это то, что нам нужно делать. Если вы никогда не попробуете, вы никогда не добьетесь успеха. Третий совет по созданию сексуального напряжения через текст. Скажите ей комплимент. Например. Я уверен, что тебе говорят это все время, но ты невероятно привлекательна. Я знаю, некоторые из вас скажут. Антонио, ты говоришь очевидное. Конечно же, ей нужно говорить комплименты. Но как только мы вступаем в отношения, мы про это забываем. Так что этот совет больше для тех, кто уже состоит в отношениях. Уделите время, чтобы отправить вашей жене приятный комплимент. Без причины. Просто потому, что вы ее любите. Начните сообщение со слов. Я не могу дождаться встречи. Или. Я думаю о тебе весь день. Или. Утром на тебе был прекрасный наряд. Я до сих пор в восторге. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я вот это имею в виду. И когда она получит его, оно засядет в ее голове. Вот так вы создадите впечатление, чтобы она думала о вас. Четвертый совет. Напомните ей об общих воспоминаниях. И это главное, господа. Нужно, чтобы они были у вас двоих. И чтобы они были позитивными. Цель в том, чтобы вызвать у нее ассоциацию с вами. С тем прекрасным чувством, которые вы разделили на двоих. Вот пара примеров. Не могу найти мои любимые боксеры. Не удивлюсь, если они под твоей кроватью. Так очевидно, вы напомните ей о вашем веселье. Вот еще. Сидя в офисе, думая о прошлой ночи. Твой смех. Наша беседа. Все было великолепно. Это суперски подойдет, если у вас было одно-два свидания. И этим сообщением вы не навязываетесь. А показываете, что вам понравилось время, проведенное с ней. Она подумает о прошлой ночи. Ответит вам, что ей понравилось. Вкус вина. Как вы приготовили еду. Как вы выглядели, когда в фильме случился неожиданный поворот. Вот ваши общие воспоминания о жизни, друзья. Удостоверьтесь, чтобы ваши сообщения цепляли. Пятый совет по созданию сексуального напряжения через текст. Скажите ей, как много она для вас значит. Друзья, это сильно зависит от ваших отношений. На каком вы этапе. Как долго вы вместе. Есть огромная разница, вы с ней 10 лет или 10 дней. Вот здесь нужно вкладывать свои эмоции. Опять же, цель в том, чтобы напомнить ей о себе. Чтобы она начала думать о вас. Это создаст атмосферу, чтобы вы оба предвкушали встречи друг с другом. Сейчас я обращусь к тем, кто в отношениях больше 10 лет. Мы не делаем нечто подобное очень часто. Да, мы говорим, что любим ее, но приятно написать. Ты все для меня. Ты подарила мне 4 прекрасных детей. Ты сделала мою жизнь гораздо лучше. Я не могу представить жизнь без тебя. Я тебя люблю. Бум, отправили. Я считаю, что моя жена должна знать, что я думаю. Но я пишу это не так часто. Нужно справляться. Для тех, кто в 10-дневных отношениях, отправьте подобное. Какое твое лучшее качество, помимо красоты, ума и сексуальности? До смерти хочется узнать. А здесь уже есть задел на будущее. Ты уже знаешь, что она красивая, сексуальная, умная. Ты говоришь хорошие вещи про нее и хочешь узнать больше. Можешь написать, мне интересно, ты всегда милая? И друзья, все в таком духе. Ну что, друзья, бонусный раунд. У меня есть еще два пункта, которые я хочу рассказать. Потому что они применимы к уже вышеперечисленным. Одного вам стоит придерживаться, другого стоит избегать. Первое. Используйте эмодзи, показывайте эмодзи. Не отсылайте сотню эмодзи. Может, после одного, другого сообщения можно поставить забавную рожицу. Их здесь как раз хватает. Они есть на каждом смартфоне. Не потеряйтесь. Как показали исследования, парни, которые используют эмодзи, воспринимаются как более веселые, амбициозные. С ними приятнее вести переписку, что, очевидно, ведет к сексу. Вот чего вам стоит избегать, так это опечаток. Друзья, это плохо. Нужно быть очень аккуратным. Прочитайте перед тем, как отправить. Не допускайте опечаток. Не допускайте опечаток. Это уже выглядит не очень. И сразу же кажущийся уровень интеллекта по переписке сразу снижается. И может вообще исчезнуть, если еще и много эмодзи. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, как сделать это видео лучше. Может, мы что-то упустили? Или у вас есть секреты переписок? Почему бы не поделиться? Мне нравится у вас учиться, друзья. Вместе мы создали великое сообщество на Real Men Real Style. Если вы хотите больше, я написал еще и статью. В этой статье я рассказал о советах, которые я не упоминал в видео. Что я не упоминал в этом видео. Я также ссылка в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok